В Шанхае проходит выставка, посвященная творчеству знаменитого артиста пекинской оперы Мэй Ланьфана, одного из самых ярких артистов китайского современного театра, который сделал жанр известным на весь мир. Мэй Ланьфан родился в Пекине, но с Шанхаем связан 25-летний период его творчества. Ровно 110 лет назад знаменитый артист впервые увидел «Жемчужину Востока», как называли тогда этот город. Местные гастроли оказали сильное влияние на его дальнейшее творчество. Это модель нового для того времени типа сцены. Она отличается от традиционных подмостков тем, что имеет круглую форму, а ее центральная часть может вращаться. Мэй Ланьфан еще в своих мемуарах писал о том, как его вдохновила новая опера Верди и сцена, на которой работали артисты. Поэтому он решил кое-что изменить в пекинской опере, когда вернулся в столицу. В Шанхайском историческом музее можно увидеть почти две сотни экспонатов, связанных с жизнью и творчеством артиста. В том числе сценический реквизит, сделанный руками Мэй Ланьфана. Гости шанхайской экспозиции могут увидеть также уникальные кадры спектаклей с участием великого мастера. Мэй Ланьфан посетил Советский Союз в 1935 году, а затем отправился в Соединенные Штаты, где представил традиционное китайское искусство американской публики. И хотя иностранцы не понимали китайского языка, думаю, публика уже тогда почувствовала все очарование пекинской оперы. От знакомства зарубежного зрителя с китайским искусством до мирового признания прошло чуть больше ста лет. Сегодня пекинская опера входит в список нематериальных достояний мировой культуры ЮНЕСКО. Выставка в Шанхайском историческом музее продлится до 25 февраля будущего года.